А почему, казалось бы, образованные люди и люди, которые понимают амарксизм и прочее, они в итоге настолько костные, они настолько не готовы слушать мнения? Просто чтобы вы понимали, мы с Константином Семином были друзьями. Семин в данном случае троцкист. Троцкист. Только дураки так могут делать, или идиоты, или провокаторы. Вот эта вся публика, которая кричит, что вот вы там чуть ли не социал-фашисты и так далее, это провокаторы троцкистские, самые настоящие. Я их называю чмошниками обычно, Семина, Батова и остальные. Я прям на оскорбление перепрошу. Это вы их жалеете. Почему это просто такое? Никто. Как свинья. Они хуже свиньи. Они хуже свиньи. Дементий, гони свиней. Это же люди, это враги вообще России. Я вот сейчас живу в буржуазном обществе, все время пропагандирую марксизм. Пусть не рассказывают нам, что марксистов преследуют. Теоретически я допускаю, что могут начать преследовать. Меня никто не преследует. Слушайте, ну я здесь с вами согласен, потому что у меня вот допустим... И вас никто не преследует. Меня когда позвали на телеканал Соловьев Лайф, я говорю, я социалист. Я буду везде, у меня Путин в любом случае, ничего положительного там о нем не будет. Они говорят, иди. И винить во всем Путина. Но это настолько глупо, настолько... Это детская позиция. Они хуже свиньи. Это же люди. Это враги вообще, так сказать, России. Вообще, так сказать, России. Нашей тысячелетней империи тотального добра и патриотизма. Нашей антифашистской федерации великой. Ни разу не агрессивной, очень миролюбивой. И демократичной просто до нельзя. И добивочка от Михаила Васильевича. Если не будет России, не будет социализма. Потому что социализм может быть, если Россия останется. Что, неужели непонятно сейчас, что воюют с Россией? Неужели кто-нибудь за это может шовинистом кого-либо обозвать за такие вот речения? Вы не шовинист, а два, да? Вы говорите, единственная в мире страна, единственный борец с фашизмом. Единственная страна, где капитализм после социализма появился. Это про национальную исключительность. И на то, что наши национальные интересы противопоставлены национальным интересам всех соседей. Это же, по-моему, буквально шовинизм, как по учебнику определения. Ну, не совсем. Потому что Михаил Васильевич его трактует как национальную ненависть. И он говорит Стасу, вы кого-то ненавидите, Стас? Кого вы ненавидите? Какие национальности? Какие национальности? Стас говорит, америкосов. А потому что он плохой марксист. А ты зачем? Надо было сказать никого. Нет. Я люблю всех. Правильный ответ. Михаил Васильевич все это вручную. Я на ракете это даже напишу на нашей, которая будет их на куски рвать. Что это с любовью все. И это шовинизм чистой воды. Вообще-то. Вот что у нас особый генетический код. Да? Что у нас особая историческая роль. Что все соседи, блин, всю дорогу хотели нас, блин, сожрать. И только одна у них была цель, а у нас была задача миролюбивая от них отбиться. Вот эти же все рассуждения, это шовинизм. Как вот по определению из большой советской энциклопедии. И это у нас не право радикальные какие-нибудь блогеры вещают. Это у нас льется из телевизора. Телевизор у нас принадлежит богачам. Богачи у нас это финансисты. То есть финансисты, которые шовинистические идеи продвигают. То есть наиболее шовинистические круги финансового капитала. А финансового капитала нет в России по Михаилу Васильевичу. К счастью, вот только спасает их от того, чтобы фашистами их назвать, спасает только банкиры, которые ставку задрали. И вот вы не фашисты, и гестафо, и не гестафо, и все. Лайфхак, если вы хотите, чтобы вас не считали фашистами, просто ставку задираете, и все. И сразу ваши банкиры, как у Золушки Каретов-Тыков, так же у вас банкиры превращаются в себя в ростовщиков. Круп перестает быть финансистом и становится прогрессивным буржуем эпохи борьбы с феодализмом, видимо. И свободную конкуренцию. Да, свободную конкуренцию сразу везде заводят. А ваши завоевательные походы превращаются в освободительные миссии. Как по волшебству. Да, и я тоже сочусь, накачаю головой, и хочу обратиться ко всей левоориентированной публике. Не записывайте вы обычных шовинистов в социал-шовинисты. Чтобы стать социал-шовинистом, ты сначала должен быть социалистом, побыть хотя бы чуть-чуть. А потом уже скатиться в болото шовинизма, и вот ты социал-шовинист. А если ты называешь себя марксистом и скатываешься в болото шовинизма? Там вообще смысл в этой формулировке социал-шовинисты. Это так обозвали коммунистов, которые скурвились. Партийных, настоящих. У нас сейчас таких вообще, считай, нет. У нас, блин, есть разные группы, блин, с разными лидерами мнений во главе. Разной степени авторитетности. И там, да и даже в них, блин, еще все далеко до того, чтобы, блин, какая-то группа сказала, что мы вот солидарно высказываем точку зрения, выработанную в дискуссиях, на конференциях, в спорах с товарищами, выстраданную, так сказать. Утверожденную большинством голосов. Все как положено. Такая редкость. Редкость по нынешним временам. Обвиняют в социал-шовинизме. Это Ленин. Мы сейчас дойдем. Это Ленин обвинял в социал-шовинизме. Потому что это конкретно он говорил, что, блин, такие-то негодяи, и с ними работать не надо. Бывшим, блин, товарищам по интернационалу. Он как раз и говорил, что, блин, их гнать надо, а еще лучше вообще уйти и сделать новый интернационал. Старый сломался. Это к соратникам обращения, к другим соратникам. Он не просто там говорил, что мне их мнение не нравится, поэтому вот они нехорошие шовинисты. Мы подписывали все декларацию. Декларировали свои взгляды. А вы от этого всего отказались. Поэтому вы предатели. А тут никто никаких совместных деклараций не подписывал. Никто не обязался, блин, друг с дружкой в унисон петь. Так за что, блин, вообще обиды? Разногласия эти и раньше были, правильно? Вот теперь из этого смотри, что сделал. Дай здоровье, лохомай, как просто. Отважный маленький тостер. Поиски верных хозяев Кремля. Как Соловушка запел у соловья. Это настолько плохая комедия. На это будет обзор бэткомедиан. Ты нас собакой на сене пугал. Вышло так, что кукук сам присел на кукан. Лучше бы ты обозревал телефоны, а не каши в башке обсирал микрофон. Даже фоном тебя слушать невозможно. Ты виляешь, как флюгер, тревожно. Ты явно путаешь лево и право, белое, красное, грибы и травы, повидло и кал. Злое и доброе, ты просто не смешная копия Кучкова.